Меня зовут Георгий Церетели, я менеджер по продукту РАМ Телеком и НЕТ-ВАН. Мои контакты на экране, можно со мной связаться, если будут какие-то технические или другие какие-то вопросы. Что мы узнаем в этой презентации? Это задачи, которые решает НЕТ-ВАН, потенциальные рынки, функционал НЕТ-ВАНа и комплектация, целевая аудитория, ну и, конечно же, гарантия. Как без нее? Представляемый сегодня продукт Мини-ЦОД позволяет решить три задачи в трех сегментах рынка IT. Первая задача – это построение IT-инфраструктуры в зданиях, где не было предусмотрено для размещения вычислительной техники практически ничего. И эти здания дореволюционной постройки, это советские постройки, это какие-то здания муниципальные, даже некоторые современные здания, которые строятся на сегодняшний день, строятся без учета IT-инфраструктуры. В таких условиях проектировщикам и монтажникам локальных сетей или локальных центров обработки данных приходится размещать оборудование в либо неприспособленных помещениях, либо телекоммуникационных шкафах с остальными сплошными дверями, закрывающимися навесные замки для ограничения доступа. Вторая задача, которую решает NetOne – это организация локальной IT-инфраструктуры на предприятиях или в зданиях. Третья задача – это тиражирование типовой IT-инфраструктуры по подразделениям, географически распределенной компании и организациям. Это то есть, когда компания присутствует в многих регионах России и требуется единый доступ. Далее. Типовое решение NetOne позволяет собрать все в едином месте и после этого транспортировать NetOne вместе со всей инфраструктурой до непосредственной точки, на которой он будет установлен. NetOne неприхотлив, ему необходимо всего лишь навсего сделать выход вентиляции или же, если ему позволяет помещение, вентиляция ему не понадобится, и подключить его к сети. Итак, рассмотрим несколько задач, которые необходимо учесть при построении любого цод. Это неважно, это маленький или большой. В данном случае мы говорим о небольших цодах, которые строятся там на одном-двух шкафах. Это помещение. Помещение, которое нужно выделить, чтобы установить внутрь шкаф. Для этого необходимо сделать условное отделение или неусловное отделение, можно ставить простыми стенами и так далее. Но, как правило, требуется соблюсти много-много-много разных нюансов при построении. Первая задача – это все же выделить помещение. Для этого это бывает очень сложно, так как помещение должно соответствовать довольно строгим требованиям и регламентированным нормативным документам. И организовать его особенно в действующем здании – очень непростая задача, так как это связано с строительными работами и нагрузкой, которая может в конечном итоге давить на пол. В Минсотт эта задача решена. Его корпус и есть требуемое помещение. На фотографии справа мы можем видеть Нетван, который установлен в поле здания. Как бы он особо не выделяется, и при этом он может вполне нормально функционировать и выполнять свое предназначение. Второе – это система кондиционирования. Система кондиционирования в любом серверном помещении – это довольно-таки важная проблема, с которой сталкивается любой, кто связывается с серверным или цодом. В Дайденном помещении необходимо построить систему кондиционирования. Где-то надо расположить внешние теплообменные блоки. Трасса должна не превышать какого-то там определенного расстояния. Оно должно быть выше, ниже трех метров, в зависимости от производителя. За их работоспособностью в холодное время сложно ухаживать и обслуживать. В Нетван эта задача решена. Нетван оснащен встроенным кондиционером без внешнего теплообменника. То есть он забирает воздух из комнаты и горячий отработанный воздух можно вывести в систему вентиляцию или же на улицу. Этого вполне достаточно для того, чтобы работал Нетван. Если же у нас Нетван ставится в большом каком-то помещении, для него ничего не нужно. Этого помещения достаточно. Допустим мы ставим на каком-то складу, в ангаре или в какой-то большой комнате. Третья задача – это обеспечение бесперебойного питания. Заказчику необходимо обеспечить оборудование источником бесперебойного питания. В Нетван же уже по умолчанию встроен ИБП. При этом существует возможность выбора мощности ИБП в зависимости от задач и нагрузки. Так как каждый Нетван – это индивидуальный какой-то проект. Если это не типичный проект, то, как правило, IT-инфраструктура в каждом Нетване своеобразна. Четвертая задача, которую выполняет Нетван – это управление IT-инфраструктурой. Необходимо контролировать состояние окружающей среды, помещения, мини-цод, следить за температурой, влажностью воздуха, за работой кондиционера, контролировать работу ИБП и другого инженерного оборудования. Нетван – система мониторинга управления интегрирована и обеспечивает как локальное, так и удаленное управление. В отличие от многих похожих систем, Нетван оснащен экраном, на экран выводится вся необходимая информация. Фактически без открывания шкафа можно проверить работоспособность всех систем. Если же в какой-то из систем присутствует ошибка, он выдаст обязательно это на экран, создаст лок у себя в системе и после этого отправит всю невоходимую информацию для удаленного мониторинга. Далее, следующая проблема, с которой сталкивается любой заказчик сода, мини-цода, это требование к пожаротушению. Но разница в том, что чем больше комнат, в которые устанавливаются серверные шкафы, тем больше объема в этой комнате. И в этой комнате необходимо устанавливать количество баллонов с газом и саму систему пожаротушения адекватно габаритам комнаты. В нашем же случае, так как наш шкаф Нетван сам является оболочкой и все у него внутри, нам достаточно установить один лишь модуль R-Line пожаротушения, который оснащен баллоном с тремовским газом инертным Новок-1230. Итак, мы видим, что все пять задач, возникающих при организации локальной мини-цод предприятия или при традиционном подходе к представляемым продукте Нетван решены. Мини-цод Нетван – это завершенная инфраструктура центра сети предприятия в одном корпусе. Заказчику для завершения построения своей локальной мини-цод остается лишь подключить сетевое и серверное оборудование, подключить интернет, подключить его к блоку распределения питания, предустановленному в Нетван, подключить кондиционер к ИБП или же к внешнему источнику питания и включить оборудование. Задача построения локального цод предприятия будет решена очень просто. Итак, мы описали круг задач решаемых мини-цод Нетван. Из этого круга задач понятен перечень рынков, на которых этот продукт будет интересен. В первую очередь это рынок локальной информационной инфраструктуры предприятия. Благодаря интеграции всех необходимых инженерных систем в одном корпусе Нетван, это альтернатива традиционным методам построения локальной сети. Где же мы можем встретить или же где мы можем использовать Нетван? Это может быть производственное предприятие, может быть какая-то гостиница, логистический центр, терминал аэропорта и другие подобные объекты. Если говорить о рынке локальной инфраструктуры, то прежде всего это предприятие с количеством пользователя примерно до 200 человек. 200 человек это некий условный максимум, который может быть обеспечен инфраструктурным решением на базе Нетван с учетом установки сетевого коммуникационного оборудования сервера. Количество обслуживаемых пользователей зависит от применяемого сетевого оборудования. Я сразу же оговорюсь, что 200 пользователей мы говорим о стандартном Нетване, мы не говорим пока о расширении его возможностей, хотя это тоже системой Нетван предусмотрено. Давайте посчитаем, почему же все-таки 200 пользователей. 200 пользователей это 400 портов. Как известно, принято, что на каждую рабочую точку должно быть 2 порта сетевых. На сегодняшний день, как правило, первый порт занимает компьютер, второй порт занимает телефон. Или же на рабочем месте очень часто используется 2 компьютера. Мы используем 20 юнитов под коммутацию и резерв под сетевое оборудование. Итак, расчет простой. Простоя математика. 200 пользователей это 400 портов RG45 на рабочих местах, которые должны коммутироваться в центре сети, подключаться к сетевым коммутаторам и серверам. В Нетван необходимо установить 17 коммутационных панелей высотой с 1 юнит с 24 портами и по RG45, чтобы получить 400 портов на рабочих местах. От 10 одноюнитовых кабельных органайзеров из расчета 1 органайзер на 2 юнита коммутационных панелей в соответствии с рекомендованными стандартами СКС. Итого 27 юнитов высоты шкафа используются под коммутационную кабельную систему. Оттанкивающееся пространство резервируется под установки, например, 3 или 4 юнитных серверов на сегодняшний день. Уже очень большое распространение получили двухюнитовые и одноюнитовые сервера. С дисковыми массивами на борту и сетевых коммутаторов обеспечивая доступа пользователей к серверам. Укомплектовываем необходимые 19-дюймовые аксессуары и инфраструктура предприятия полностью готова к использованию. Итак, один из рынков – локальная IT-инфраструктура, примерно до 200 пользователей. Второй рынок с небольшим потенциалом – это инфраструктура в старых зданиях, в зданиях советской постройки, дореволюционной постройки, которой сейчас очень много, которые находятся в центрах любого города. И эти здания имеют большой потенциал и большой спрос в нынешних условиях. Третий рынок неочевидный, но он тоже есть. Это рынок тиражируемой инфраструктуры. Это рынок географически распределенных компаний с многочисленными представительствами в отдельных подразделениях, разбросанными по всей территории страны. NetOne, имея на борту уже предустановленную инженерную инфраструктуру, включая систему пожаротушения, позволяет организовать центральную комплектацию будущих, централизованную комплектацию будущих локальных центров IT-сетей удаленных подразделений. Забыча и транспортировка нефти и газа, крупные банки, федеральные торговые сети и тому подобные компании – это все потенциальные клиенты для NetOne, как способы тиражирования IT-инфраструктуры. NetOne, как структурная единица, может быть вписан в существующую инфраструктуру предприятия, регионального представительства или отделения существующего или строящегося торта. Если мы определились с тем, где мы можем использовать NetOne, можно перейти к функционалу. NetOne обеспечивает достаточное пространство для установки оборудования локальной сети и серверов. Примерный расчет был приведен выше. Далее я вам расскажу, сколько юнитов остается под все оставшееся оборудование. NetOne обеспечивает сохранность оборудования за счет авторизированного доступа. Доступ внутрь NetOne полностью контролируется системным администратором. Также на NetOne можно установить электронный замок, который будет открываться с помощью кода или удаленного подключения. NetOne обеспечивает надежное охлаждение. В цодах серверные стойки могут генерировать до 20 и даже 30 кВт тепловой энергии. Мы говорим про мини-цоды. Тут таких мощностей нет. Но даже один сервер мощностью потребления 1,5 кВт, установленный в замкнутом пространстве, очень быстро нагреет воздух до претической температуры. Из-за перегрева, вследствие недостаточного охлаждения, процессоры и электронные компоненты выходят из строя. Прерывается работа серверов, коммутаторов сети. Работа в компании либо останавливается полностью, либо существенно замедляется. Здесь же мы можем просчитать приблизительно, сколько же стоит минута простоя сода. В году 525 минут, 520 600 минут. Стоимость простоя вычисляется как среднегодовая выручка предприятия, деленная на 525 600 минут и умноженная на количество минут простоя. Итак, для компании Amazon стоимость простоя и ее цод составила 66 240 долларов в минуту. По рынку США называется средняя стоимость минуты простоя компании в районе 9000 долларов. Для России, например, для компании со среднегодовой выручкой 10 миллиардов рублей стоимость минуты простоя составит около 20 тысяч рублей. К этому прибавляется стоимость восстановления системы, потери от снижения производительности труда работников, которых затронула ситуация, потери лояльности клиентов, потери репутации. NetOne решает эту задачу надежно, охлаждая установленное оборудование благодаря встроенному кондиционеру. Дальше я хочу рассказать более подробно о системах, которые установлены в NetOne. Первая система, которая есть, самая важная, это оболочка. Наша оболочка NetOne собрана на нашем флагманском конструктиве ЦКУЕ. Корпус 19 дюймов 42 юнита. Внутри установлен кондиционер, блок распределения питания и ИБП. Также на борту всегда будет установлен мониторинг и управление, пожаротушение. Пожаротушение может быть установлено, может быть нет. Это пожелание заказчику. Экран мониторинга и управления, мы видим на картинке, он будет всегда. Цветодиодная подсветка, это подсветка, которая ставится с задней части шкафа. При открывании дверей включается свет и освещает доступ к разным портам, в задней части шкафа. Электронный замок, это опция, то есть на экране появится кодировка, можно ввести пароль и ручка отщелкнется. Или ее можно отщелкнуть, будет удаленно системным администратором. IP-камера, это тоже опция, но ее установить возможно. И различные аксессуары от RAM-телекома, которые мы можем предложить в очень большом количестве. Немножко подробнее о самом корпусе. Корпус с габаритами высоту 2,10 м, шириной он 1,10 м и глубиной он 1 м. Стоит он на цоколе 100 мм. Степень защиты оболочки. Если мы говорим про пространство 19-дюймового шкафа, куда мы устанавливаем оборудование, там у нас IP-56, кондиционер у нас с степенью защиты IP-54. Это связано с тем, что необходимо прокачивать воздух через внешний контур. Внутри установлены 42 юнита 19-дюймовые направляющие. Передняя дверь закаленное стекло тонированное. Задняя дверь двухстворчатая для удобного доступа и для экономии места. Кабельные органайзеры уже предустановлены справа, слева, спереди и сзади. Также есть переходы от передних органайзеров к задним. Они выполнены в виде структурного лотка и сверху закрываются крышкой. Также у нас есть ввод кабеля сверху и снизу. И дополнительные аксессуары можно ставить любые 19-дюймовые совместимые. Кондиционер. Кондиционер очень интересная штука. Кондиционер на борту представляет собой моноблок. Мощность кондиционера 13000 БТУ. Мощность охлаждения в ваттах 3800. Потребляемая мощность 2,4 кВт. Номинальное напряжение 230 В. Я видел вопрос в чате про 5-киловаттный кондиционер. Да, мы ведем разработку 5-киловаттного кондиционера. Но на данный момент мы презентуем только 4-киловаттный. Это связано с тем, что пока даже для наших собственных нужд, я попозже покажу картинку, которая установлена в нашей московской серверной. Этого вполне достаточно. Там стоит около десятка серверов, 2 ИБП, куча оборудования телекоммуникационного. И 4-киловаттный вполне справляется со всей этой мощностью. Далее. Что я еще могу сказать про кондиционер? На данной картинке мы видим, что есть возможность презервирования кондиционеров. И при этом они работают в трех режимах. Это программируется через экран и можем им задать различные способы работы. Это режим синхронной работы. В этом режиме нет у него главного кондиционера и ведущего. Они, в принципе, равноценны и управляют обоими кондиционерами системой мониторинга и управления. Поэтому при выходе одного из строя, одного из кондиционеров, у нас ничего не нарушается в работе. Второй. Режим резервирования. Когда один кондиционер стоит, другой простаивает. И при этом при выходе одного из кондиционеров из строя, второй вступает в работу. И третий режим. Это режим наращивания мощности. Кстати, очень интересно, что данный режим очень востребован. Так как резервирование очень мало кто хочет заказывать. А вот наращивание мощности почему-то больше интересует заказчиков. И в этом режиме два кондиционера работают как единое целое. И при этом мощность совокупная увеличивается до 8 кВт. В каждом кондиционере установлен фильтр на внешнем контуре. При том, когда засасывает воздух, воздух фильтруется. И после этого проходит через внутренние теплообменники. При этом на картинке даже видно, что можно легко скинуть корпус защитный и добраться до любого элемента. Для прочистки или же еще для чего-либо. Отвод конденсата не требуется. С чем это связано? Конденсат, который кондиционер забирает из шкафа, он собирается в отдельную емкость, в которой проложена горячая трубка. Данный конденсат испаряется и вместе с выходящим потоком выносится за пределы помещения. Также есть опциональный короб для вывода в вентиляцию. Этот короб одевается сверху на верхнюю часть внешнего контура и выводит ее в 200 трубу за пределы помещения. Далее, ИБП. Сейчас мы можем презентовать наши базовые комплектации. Это комплектации ИБП, это 5-киловаттный и 12-киловаттный. Почему именно 5-киловаттный и 12-киловаттный? Потому что при том, когда мы хотим сделать полное резервирование и посадить кондиционер на ИБП, для этого нужна дополнительная область. Поэтому используется 12-киловаттный. Если же нет такой необходимости, и у заказчика, допустим, есть ДГУ, которое уже установлено, эта опция не нужна. И вполне достаточно минуты простой для того, чтобы завелся ДГУ и включился обратно кондиционер. На этом можно... В этом как бы и есть небольшая экономия. Поэтому 5-киловатт, это когда кондиционер не сажается на ИБП, и 12-киловатт ИБП, когда кондиционер мы сажаем на ИБП. Номинальное напряжение, опять-таки, 230 вольт, однофазное. Подключение к внешнему источнику происходит с помощью 4-квадратного кабеля в клеммную колодку. Жесткое подключение получается. Есть возможность резервирования ИБП, возможно установить как опцию дополнительный ИБП и развести нагрузку на 2 ПДУ. И базовая автономная работа – это 10 минут. То это означает то, что в базе, в комплектации, когда мы говорим базовая автономия, 10 минут, этого вполне достаточно, чтобы завелся ДГУ или же завершить все необходимые работы, если какая-то авария или какие-то запланированные действия с системой. Пожаротушение. О пожаротушении немножко поподробнее. Это система Ирлайн, она очень известна в принципе на российском рынке. Она обладает двумя датчиками. Один из них – аспирационный датчик. И он на первых этапах делает предупредительные сообщения о том, что возможно уже начинается пожар, но при этом система не срабатывает. Система срабатывает после подтверждения вторым дымовым датчиком и баллон выпускает инертный газ Новок 1230, 3Мовский. Он безвреден для человека, он безвреден для оборудования. В спокойном состоянии это прозрачная диэлектрическая жидкость, которая в принципе безопасна для всего. Для тушения пожаров А, Б и С класса производится сама система Ирлайн в России. Ну, газ, естественно, поставляется и за границей. Преимущество этой системы в том, что мы можем перезаряжать баллон в случае отрабатывания. Эта сумма довольно-таки небольшая, порядка 10 тысяч рублей. И система продолжит работу без проблем. В отличие от зарубежных аналогов, когда надо заказывать новый баллон, новую систему и так далее. Поэтому у нас были собственные разработки пожаротушения, но мы решили, что в особенностях российского рынка лучше использовать данную систему, так как она уже себя хорошо зарекомендовала. Пространство под инфраструктуру. Поподробнее о том, сколько занимает же вся эта инфраструктура, про которую мы столько говорим. Кондиционер. Кондиционер занимает 30 сантиметров в ширину и метр в глубину вдоль всего шкафа. Как таковое место пространства внутри шкафа он не занимает. ИБП в зависимости от мощности занимает от 2 до 5 юнитов. Система мониторинга это 1 юнитовый серверный короб, который занимает 1 юнит. И при использовании пожаротушения это 2 юнита. На фотографии я обещал показать нашу московскую серверную. В данном виде она еще только проходила монтаж и не все было установлено. Но тут мы можем видеть, что установлено некое количество, тут 6, 7, 8 серверов, 2 ИБП, пожаротушение, КВМ-свич. И в правом шкафу установлена вся сетевая инфраструктура, начиная от патч-панелей и заканчивая коммутаторами и роутерами. Эта система работает на 4 кВт кондиционерной мощности и каждой из ИБП по 5 кВт. Этого вполне достаточно. При вот такой загрузке шкафов нагрузка на ИБП порядка 30%. Это порядка 4 кВт суммарной мощности по питанию. Если мы из 42 юнитов отнимем максимальное количество занимаемых юнитов 8, это у нас получится 34 юнита свободного пространства. Это вполне достаточно для размещения любого, абсолютно любого оборудования. Также есть возможность при желании и недостаче места при том, что забивается большая часть шкафа патч-панелями, можно установить дополнительный шкаф, в котором разместить всю коммутацию и сетевое оборудование, не обладающее большим тепловыделением. Целевая аудитория. Кому же может быть интересен наш продукт? Это владельцы бизнеса. Многие владельцы бизнеса считают, что мое и моя информация, я ее буду сам защищать. Решаемые задачи и функционал продукта, конечно, понятны. NetOne предназначен для тех, кто хочет иметь собственную IT-площадку, свою серверную, в которой он будет сам отвечать за то, что на ней происходит. Хочет быть уверен, что она защищена и всегда доступна. Что движет владельцами предприятий при принятии решений о строительстве собственного Мини-ЦОД или о ренде пространства в коммерческом СОД? Каковы потребности целевой аудитории? Именно потенциальные потребители идут от системы NetOne, от Мини-ЦОДа. Это, конечно же, защита от хищения информации. Это в первую очередь. Несмотря на то, что все большие ЦОДы хорошо защищены, они не защищены от несанкционированного доступа спецслужб и подобных подразделений. При определенном документе любой ЦОД предоставит доступ на свою территорию и предоставит доступ к серверам. Существует мнение, что данные, размещенные в коммерческом СОД, достаточно защищены от посторонних глаз. И этому есть веские основания. И многочисленные вбросы в открытый доступ в баз различных компаний, содержащихся, например, персональную информацию у клиентов. Как мы знаем, многие базы утекают к нечистым на руку людям. Мы читаем в прессе об этом, слушаем в новостях. И это происходит довольно регулярно. Если же это ваш собственный ЦОД, находящийся у вас на территории, вы сами отвечаете за его безопасность. Это большой плюс для любого бизнеса. В случае, когда находится на территории предприятия, каждый сам себе хозяин, так можно сказать. Когда же он находится на чужой территории, это уже не ваша проблема. Проблема ваша, но вы за нее не отвечаете. Во-вторых, все некоммерческие ЦОД не одинаково надежны. Буквально в первых числах марта 2020 года один из коммерческих провайдеров хостинга был лишен возможности предоставления своих услуг. Проблемы возникли из-за его собственного ЦОД. В результате сайты всех клиентов этого провайдера были недоступны. Что обернулось финансовыми потерями как для клиентов, так и для самого провайдера. В случае размещения в Минитсоп собственная территория проще обеспечивать его бесперебойную работу, во всяком случае на современном этапе развития отрасли. Так как если же в начале 2000-х была тенденция централизации всей информации, на сегодняшний день уже существует тенденция о децентрализации. И все большие компании строят 2-3 собственных ЦОДа, территориально размещенных на разной территории, чтобы при проблеме с одним ЦОДом остальные ЦОДы оставались работоспособными. Третий аспект, который хотелось бы затронуть, это стоимость владения ЦОДов. За аренду дискового пространства в коммерческих ЦОД взимается абонентская плата. Плюс надо платить за использование канала связи с ЦОД. Операционные расходы бизнеса на инфраструктуру как бы постоянно растут, но по мнению владельца бизнеса. В то же время мини-ЦОД приобретается один раз и может быть впоследствии модернизирован собственными усилиями или с помощью вендора. Коммерческими ЦОДами все так просто, и это сильно зависит от многих параметров. Если же вы покупаете NetOne на сегодняшний день на ближайшие 5 лет и вам достаточно 4 кВт мощности, а через 5 лет у вас потребности выросли, вам необходимо масштабироваться, вы всегда можете заказать или же добавить туда шкаф, или же добавить кондиционер, или же заменить ИБП, это все в ваших руках. При мощностях с большими ЦОДами это связано с увеличением платы и не всегда это очень удобно. О конфигурациях NetOne. Есть базовая комплектация и есть премиальная комплектация. В ту и другую комплектацию в любом случае будет установлен мониторинг, обязательно будет кондиционер, обязательно будет ИБП. Система пожаротушения идет по желанию. Мы видим 4 разных комплектации. Это кондиционер ИБП пожаротушения плюс резервный кондиционер. Также возможно в эту комплектацию добавить резервный ИБП. Базовая комплектация это только кондиционер ИБП пожаротушения и мониторинг. И также есть еще одна комплектация, когда входит кондиционер ИБП и резервный кондиционер. Ну и естественно с мониторингом, так как он является основой всей этой системы. ПНР и гарантия. Как же без нее? Очень большое преимущество перед конкурентами. Наш NetOne поставляется единым кодом. Предварительная пусконаладка осуществляется на заводе ДКС России. Да, я не упомянул о том, что NetOne собирается в Италии на нашем европейском заводе. Там же где производятся ИБП и кондиционеры. Он приходит в собранном виде, вот в таком саркофаге. Неважно какой это NetOne и какие к нему требования. В любом случае он будет распакован у нас здесь на российском заводе. Он будет протестирован по всем параметрам. Внесены будут необходимые настройки. И после этого он будет отправлен заказчику. Для заказчика остается всего лишь подключить питание и прописать собственный IP в систему мониторинга. Это делается очень просто. Единая гарантия на все элементы. Гарантированный срок 3 года с момента отгрузки от дистрибьютора. Сразу же объясню, почему оговорка от отгрузки от дистрибьютора. Потому что по цепочке мы можем отследить, когда был отгружен, где он находился у дистрибьютора. И никак мы не можем отследить, когда он уже переходит к частному лицу. Это связано с батарейками, которые установлены внутрь NetOne. И их нужно подзаряжать минимум раз в 3 месяца. Это делают не все. Они приходят в негодность. И это создает проблему. Поэтому 3 года с момента отгрузки от дистрибьютора. Исключение составляют аккумуляторные батареи. Да, это всеобщий, всеми принятый такой момент, что на батарею выдается гарантия 1 год. И в заключении, что мы имеем? Готовую инфраструктуру ЦОД, способ построения инфраструктуры, удаленное локальное управление, решение для производственных помещений, сохранность оборудования, данных, стопроцентная совместимость с аксессуарами ДКС, рам, телеком, группы и другими группами, которые существуют, которые есть. Это, допустим, кабельные лотки и тому подобные группы. В масштабируемое решение мы всегда можем добавить один шкаф, второй кондиционер или еще что-то. И встроенная система пожаротушения. На этом, в принципе, с презентацией все. На данном слайде вы видите два контактных лица. Это я, менеджер по продукту, и Кристина Вишневецкая. К ней можно задавать ей любые вопросы по поводу продажи и поставок. Я вам могу ответить на все технические вопросы, связанные с данным продуктом. Какие ИБП можно установить? Мощность, в принципе, от 3 до 12 кВт. Это в зависимости от того, что вам необходимо. Вопрос по поводу, коли стоит обычный сетевой шкаф, и проблема только в одном. Он шумит, и все, кто заходит, сразу смотрят на гудящий вентилятор в мешках. Но, к сожалению, от вентиляторов нам никуда не деться. И вентиляторы, каждый сервер обладает тремя, четырьмя, иногда и 10, и 18 вентиляторами. И этот шум, так или иначе, он все равно будет. Что касается кондиционера, да, у него есть вентилятор. Если же он стоит без короба, который отводит воздух в вентиляцию или же на улицу, то, да, довольно-таки его слышно. Это довольно-таки шумный элемент. Но если же мы ставим, вот, допустим, у нас в офисе стоит в коридоре, рядом с кабинетом директора наш NetOne, он установлен правильно, со всеми необходимыми, учетом всех необходимых нюансов, и довольно-таки рядом с ним он не очень шумит. И не больше, чем там пять серверов, работающих в стандартном режиме. Если ген приточной вентиляции работать не будет. Работать будет, если есть хоть какой-то воздух движущийся. Он сам его высасывает и выталкивает. Этого вполне достаточно. Алла Царева. Кондиционер питающий подключается отдельно к системе бесперебойного питания NetOne. Я уже говорил об этом. О том, что кондиционер можно подключить как отдельно, так и к ИБП. Но при этом нужно заранее знать, как вы хотите его подключить. Потому что это зависит от мощности ИБП. Пятикиловаттный ИБП никак не потянет мощность кондиционера. И это связано с реактивными нагрузками вентиляторов. Есть ли АВР по питанию? АВРа в системе нет. Как правило, в серверном оборудовании используются два блока питания. И поэтому можно без проблем один блок питания сажать на один ИБП, второй на второй ИБП. Как правило, серьезные коммутаторы тоже обладают двумя блоками питания, поэтому АВР не требуется. Если же мы говорим о каких-то простых коммутаторах, которые не обладают, которые обладают всего лишь одним блоком питания, то АВР придется докупать отдельно. Вопрос от Артема. Если можно стыковать шкафы, как организован переход из стойки в стойку через низ, через боковину, внутри стандартные клеймники для шлейфовки, надо самому предусматривать. Ответ простой. Система стыкуется без проблем. Нужно будет вместе со шкафом докупить всего лишь комплект стыковки между шкафами. Между ними нет перегородки, так как кондиционер у нас, как правило, или один, или же второй кондиционер работает в помощь второму. Поэтому перегородки между ними нет. Подключить блок распределения питания к ИБП не составляет проблем. Внутрь будут установлены уже и вертикальные, и горизонтальные органайзеры. У Монец Кирилл по модулю пожаротушения есть критерии по IP и объему шкафа? Да, есть, естественно. По пожаротушению, значит, этот модуль R-Line рассчитан на 3 куба. Это в полтора раза больше, чем внутреннее свободное пространство и вполне оправдывает свои цели. Чуть позже, после карантина, у нас были намечены испытания как раз этой системы внутри NetVan. Но мы не успели в связи с тем, что нас ограничили с передвижением, и мы не провели испытания. Но, судя по всем техническим вопросам, которые есть у нас, мы предоставим и выложим эту всю информацию о проведении испытаний на сайт. Если же мы добавляем второй шкаф, тогда надо будет вставить не такую же систему, а ведомый модуль от этой же системы. Так, по поводу новака. У меня другая информация по поводу этого вопроса. Сейчас я скажу. Аэрозольное пожаротушение выпадает осадком на компонентах. Были эксперименты на этапе выбора пожаротушения. У нас, мы были в разных компаниях, которые нам презентовали этот новак, и фактически там проблем никаких нет. Были эксперименты даже о том, что собственный паспорт окунали в эту жидкость, и он также выходил оттуда практически таким. Там, через минуту он был такой же, как и до помещения внутрь этого раствора. Кстати, новак 1230 обладает чистящими свойствами, и при этом он диэлектрик. Что касается опасен для людей. Везде написано, в любой документации написано, что новак не опасен для человека. Но это не означает, что надо при срабатывании лезть в шкаф. Есть свой регламент, по которому работает эта система. То есть пожаротушение сработало, в течение трех минут она рассасывается. Надо будет после срабатывания системы открыть шкаф и проветрить его 15 минут. Какая информация выводится на дисплей? Вопрос от Александра Циммермана. Какая информация выводится на дисплее мониторинга? Есть ли он установлен в публичном месте? Как ограничивается к ней доступ? Значит, информация, которая выводится на экран, в спокойном режиме там экран выключен. То есть если же в тендбай режиме, то есть в обычном режиме, экран не светится. Когда вы нажимаете на экран, это сенсорный экран, вам выходит заставка вашей компании или компанию, в которой установлен данный NetOne, и после этого у вас затребует пароль. После ввода информации вы получаете доступ к просмотру, но не к управлению. После того, как вы получили просмотр, вы видите нагрузку ИБП, заряд аккумулятора, работоспособность системы пожаротушения. Если есть ошибки, он пишет, что есть ошибка. Пишет температуру кондиционера влажность, пишет открытые или закрытые двери, пишет отдельно температуру возле передней двери, отдельно температура задней двери. Практически полный доступ можно видеть на экране, а также, если установлено два кондиционера, он показывает два кондиционера, и включен он или не включен он. И опять-таки показывает каждого кондиционера статус, работает он или не работает. Циммерман Александр спрашивает, питание строго однофазное? Нет, не строго однофазное, можем предложить двухфазное питание, даже такая ЛЦ есть. Ну, а это связано с тем, что надо запрашивать, это конкретно будет опционально, и нам нужно будет эту информацию запросить у итальянских коллег, но возможность такая есть. Александр Кручинин. Мощность кондиционера. На данный момент это 4 кВт мощности или 13000 БТУ. Можно установить два кондиционера в режиме наращивания, это будет тогда 8 кВт и 26000 БТУ. Что входит в комплект поставки? В любом случае в комплект поставки будет входить шкаф, в любом случае будет система мониторинга, в любом случае будет кондиционер и в любом случае будет ИБП. ИБП можно установить какой-нибудь минимальный. Это с чем связано? Объясню. Так как мы поставляем данное решение единым кодом, и для того, чтобы мы дали 3 года гарантии, мы должны гарантировать всем системам, что они между собой сбалансированы, и каждая система продлевает жизнь своей соседней системе. То есть кондиционер продлевает жизнь аккумуляторам и ИБП, ИБП продлевает жизнь кондиционеру, и вся эта система продлевает жизнь мониторингу и так далее. Да, о чем я не сказал, еще раз скажу, что пожаротушение, собственный независимый блок питания, в нем стоят отдельные аккумуляторы, даже при случае аварийного отключения, система пожаротушения остается под собственным напряжением, там 24 вольта. Дальше. Система мониторинга. Она тоже имеет собственный аккумулятор, она отключается после всех систем, даже если это позволяет перезагрузить ИБП. Только надо учесть в этом плане, что коммутатор и доступ из интернета должен быть постоянным, чтобы не обрывалась связь. Далее. В каком виде поставляется продукт, кто делает ПНР. ПНР делается у нас на Тверском заводе, к вам приходит продукт, уже готовый к подключению. Единственное, нужно авторизировать и договориться о подключении, чтобы подключение было правильно. Это можно сделать фотографиями или же выездным специалистом, это уже отдельная история. Так как продукт готов к использованию. Вопрос от Андрея Кручинина. Как работает система пожаротушения, на какой стадии она включается, как происходит оповещение? Работает система, я уже говорил о том, что в ней стоит два датчика, аспирационный и дымовой. Аспирационный датчик, на первых, он засасывает воздух постоянно, делает анализ воздуха. Если находит какие-то примеси в воздухе, которые похожи на пожар, он делает предупреждение, это первая ступень. Он выдаст ошибку, система мониторинга вышлет вам ошибку на ваш пульт или же на смс, или же даже на почту. Далее, при уже задымлении шкафа, когда датчик, там стоит лазерный датчик, лазерный датчик увидит, что есть реальное задымление в шкафу, срабатывает система пожаротушения и баллон выключается внутри шкафа. Это будут складские позиции, это будут прайсовые позиции или проектные решения. Вопрос от Надежды Головиной. Это не складские, это всегда будет заказная позиция. Я уже озвучил почему, потому что там стоят аккумуляторные батареи, они недолговечны, поэтому каждое решение будет у нас эксклюзивное. Плюс разным заказчикам нужны разные опции дополнительные, и это будет проектное решение. Что касается прайса, прайс закрыт, как и у всех наших конкурентов. Прайсы можно запрашивать у Кристины Вишневецкой, не прайс, а конкретную задачу, которая у вас ставилась, то есть ставится к этой системе. И в зависимости от ваших требований будет выставлена техническая спецификация, не спецификация даже, а код, в который будут учтены все ваши пожелания. И, естественно, цена. К примеру, Александр. Какие-то особые требования к несущей способности перекрытия зданий имеются? Не все БЦ рассчитаны на тонну нагрузки. Кстати, какая масса пусто без серверов у NextOne? Да, есть, конечно, ограничения. Это естественное ограничение, так как обычные бизнес-центры рассчитаны, если я не ошибаюсь, на 700 кг. Это норма. Тут 700 кг на квадратных метр. Есть здания, которые рассчитаны на 400 кг на квадратных метр. Но тут сам NetOne в пустом виде – это 400 кг вместе со всеми своими модулями на борту, плюс несущая способность, плюс полторы тонны. То есть до двух тонн это уже надо рассчитывать и сверяться с конструкторской документацией здания. Так, где-то до двух тонн должна быть несущая способность под NetOne, иначе он просто уйдет вниз и этажом ниже. Пусконаладочную наладку может делать сам клиент или требуется специалист ДКС, платно или бесплатно. Это все нюансы, которые мы будем оговаривать при сделке. Потому что неизвестно, какой клиент, кто берет. Может, это интегратор, может быть, это вообще неизвестный клиент. На этот вопрос дать на данный момент ответ сложно. Это все указывается в вопросном листе, и на основании этого делается вам предложение. Я уже показывал вопрос от Циммермана Александра. На предыдущем слайде я показывал, как это отгружается. Отгружается оно в виде вот такого саркофага, который полностью закрыт. И вместе с упаковкой он весит порядка полутонна. Одна палета. Управляемые ПДУ возможно подключить на каких протоколах работать с системой мониторинга, как их подружиться с новой создания системы в здании. Вопрос очень интересный. Спасибо Андрею Рученину за этот вопрос. На данный момент это протоколы веб-интерфейса. На данный момент сейчас ведется разработка листов для систем мониторинга различных, но IT-мониторингов с созданием. Пока я не могу ответить на этот вопрос, но я обязательно уточню у специалистов. Тут тоже надо понимать, какой системой хотите подружить, с какой системой здания. Потому что они тоже на разных протоколах работают. На данный момент это веб-интерфейс, и очень скоро появится система для мониторинга. Сколько весит шкаф? Я говорил, шкаф весит 400 без упаковки, порядка 500 килограмм с упаковкой. Как его поставить на объект? Ну, это уже другой вопрос. Каждый объект. У меня лично был проект, когда мы ставили пауэр от IBM, который весил, каждый шкаф весил в сборе порядка 960 килограмм. Он ставился на четвертый этаж. Мы вызывали кран, мы строили специальный балкон. Ну, это уже другой вопрос. К сожалению, он поставляется сейчас так. Вопрос от Александра Валеева. Можно ли применять решение для формирования ЦОД из трех-четырех стоек в ряд? Можно, конечно, если же тепловая нагрузка позволяет. Если расчетная тепловая нагрузка позволяет, да, конечно. В презентации есть слайд, где у нас два шкафа состыкованы между собой, и стоит один кондиционер. Для четырех стоек, я думаю, будет достаточно двух кондиционеров. И четырех стоек между ними. Компрессор и кондиционеры инверторные? К сожалению, нет. Вопрос от Арефьева Ярослава. Не совсем понятно, получится ли совместить 12 КВА и БП с подводом кабелей. Слаботочка снизу перекроет с собой все дно шкафа. На самом деле не перекрывает, остается и сбоку, и справа, и слева, и сзади. Места для внизу, в дне шкафа достаточно для ввода кабеля. Мы подключали, проблема эта не составила. Дно у NetOne, как и у всех телекоммуникационных шкафов RAM Telecom, трансформер, и панели можно сдвигать там, где вам удобнее. Поэтому это не составит проблемы. Вопрос по контактам Кристины Вишневецкой на экране. Напомните, пожалуйста, IP шкафа. Самого шкафа, в котором устанавливается серверное и телекоммуникационное оборудование IP56. IP кондиционера IP54. Вопрос от Уманец Кирилла. Когда у вас появятся ваши управляемые коммутаторы на SFP+, и появится ли вообще? Вопрос очень интересный, конечно. Мы в первую очередь являемся металлоперерабатывающей компанией. И плюс у нас появились кондиционеры, появились ИБП, появился мониторинг. Мы развиваемся, мы хотим, чтобы у нас было много чего интересного и поставлять все из одних рук. На данный момент, я думаю, что на коммутаторы мы пока еще не готовы. Есть ли вандалозащита? Вандалозащиты в этом корпусе нет. Там стоит стекло. Можно по запросу установить металлическую дверь. Тоже не проблема. Если до 4 кВт можно отводить вентиляторами из шкафа, есть такие решения. Зачем кондиционер? От пыли, да, закрывается. Так, по корпусу. Коспашные передние и задние двери доступны. Доступны. Комплектация шина заземления имеется. Да, имеется. Наличие фильтрации, ее класс. Так, хороший вопрос. Я по классу уточню. Фильтрация, конечно, имеется. А по классу я уточню. Какой полный вес системы с допустимым везем оборудования? 500 кг – это вес системы и до 1,5 тонны можно грузить сами стойки. Под ПДУ какого производства заточен корпус? Под наши ПДУ. Наши ПДУ мы можем ставить без проблем. Ну, как бы и другие 19-дюймовые тоже там установятся. Дополнительные шкафы допустимы, порталы предусмотрены. Да, дополнительные шкафы допустимы. Кондиционер, метод регулирования, ЕВЭК или лягушка. Ну, не совсем непонятно, что за лягушка, но если имеется в виду регулирование вентиляторов, то да, обычный вентилятор. Производитель компрессора. Я не знаю. Точнее, итальянский производитель. Конкретно мы не афишируем производителя. Это наши партнеры и вся линейка РАМ Клима, которая у нас есть, она строится на этих же компрессорах. Кратность внутреннего воздуха обмена регулируется. Нет, не регулируется. Как есть, так и есть. Ротация поддерживается. Ротация поддерживается. Да, это система мониторинга. ИВП ваши что продаете? Да, те же самые. Это линейка соло МД. Типа КБ, только свинец. Насколько я знаю, уже есть и литий. Программы для проектирования будут какие-то. Те же самые, что и для РАМ Телекома. Стойка сама по себе является РАМ Телекомовской стандартной ЦКУЕ 19-дюймовой. АйТи Телеком. Можно ли применять решение формирования ЦОД на 3-4 стойки в ряд? Можно. Разбирать его можно? Проемы. Разбирать его нельзя. Потеряете гарантию. Как соотносится с существующими нормами единственный пожарный извещатель, по которому происходит обработка ОПГ и его расположение не менее 1 метра относительно вентиляторов? Она фактически хорошо соотносится, потому что они находятся как раз на расстоянии 1 метра от вентиляторов. Потому что воздух засасывается из середины шкафа, а забирается он сзади и выдается он вперед. В месте, где установлен забор воздуха, там равно удален от забора и выдачи воздуха. Повторите размеры опорной площадки под NET-1. Если же это стандартный NET-1, прошу прощения, коллеги, поддержите меня. Я на секунду вынужден отключиться. Коллеги, заменю немножко Георгия. Отвечу на вопросы по вандало-стойкости. Я надеюсь, меня слышно. Георгий уже сказал, что можно поставить металлические двери. У нашего стандартного шкафа ЦКУЕ ударопрочность ИК-10. Соответственно, с применением замка усиленного можно считать, что шкаф вандало-стойкий. По гарантии. Соответственно, моменты следующие. Дополнительная гарантия может быть нами рассмотрена. В каждом случае она будет индивидуальна. Поэтому присылайте запросы, рассмотрим, посмотрим, что и как, что за объект и какая дополнительная гарантия нужна. Касательно разбирать можно или нельзя, коллеги. Опять же, в каждом случае все индивидуально. В чате уже был ответ касательно пуска наладки нашими специалистами. Поэтому, если физически не проходит в проемы, то частичная разборка допускается, но в присутствии наших инженеров, которые будут следить потом за тем, чтобы он был собран правильно и установлен. И, соответственно, чтобы действительно не слететь с гарантией. Это кратко. Коллеги, я еще раз всех благодарю за участие в данном вебинаре. Для нас это первый опыт работы на самоизоляции. Поэтому мы подобные опыты продолжим. Также небольшой анонс по NetOne. В ближайшее время будет отдельный сайт, промо-страница, отдельный от нашей основной, где мы будем загружать всю новую информацию и практически в онлайн-режиме обновлять все то, что мы будем разрабатывать и дорабатывать для данного решения. Коллеги, всем спасибо за участие. Был рад видеть всех, кого знаю, а тех, кого не знаю, приятно было видеть в первый раз. Надеюсь, увидится воочию. Я вижу, что тут есть еще вопросы какие-то. Так, сейчас на слайде один базовый шкаф в упаковке. Это стандартный палет. Да, это стандартный палет. Это один шкаф с одним кондиционером. Кондиционер может запитываться только по одному лучу. Да, по одному лучу. В шкафу задние направляющие L профиля. Да, L. По желанию можно установить S. По дополнительной шумоизоляции, как опции в базовой поставке, думали, обсуждали. Да, думали, обсуждали кондиционер. И так идет с шумоизоляцией. Фактически сам кондиционер не слышно, слышно только поток воздуха. Но это вентилятор, который выдувает воздух. Если его куда-то выводить, практически в шкаф не слышно. Слышно только сервера. Сервер с салазками можно установить? Да, можно установить, если стоят L профили. Они стоят по умолчанию. Если закажете специально S профиль, туда салазки не ставятся. Добрый день. Можно ли расширить гарантию на больший срок, если по требованию заказчика вендорная гарантия должна быть не 3 года, а 5 лет? Это все в отдельном, в частном случае будет рассматриваться. Сервер можно установить. Кондиционер 4 кВт с резервированием. Или для резервирования надо устанавливать 2 кондиционера. Да, 2 кондиционера. Один ставится справа стойки, другой ставится слева стойки. С учетом тепловыделения ИБП и какая в итоге доступная для IT мощность охлаждения. Так, доступно 4 кВт или 8 кВт при режиме увеличивания мощности, наращивания мощности. Все, я думаю, что я со всеми вопросами на все вопросы ответил, пока я больше других вопросов не вижу. Если что-то пропустил, можете прислать мне на мейл, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо всем за то, что вы выслушали меня. И надеюсь, наш продукт вас заинтересовал. Спасибо большое и до свидания.